Друзья, ставьте вподобай, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможем разом! Россия не способна создавать качественное современное оружие, дали слова оппозиционного политика Альфреда Коха. Залишим омовую оригиналу, нехай, хоть тут россияны почуют правду. Великий и ужасный Димон Медведев написал сегодня, что фрегат Адмирала Горшков отправился к американским берегам со сверхзвуковыми цирконами на борту. И тут же вся российская машина пропаганды заголосила на все лады. Ах, цирконы, ах, 9 махов, ах, никакая ПВО не возьмет. Ах, долетят куда надо, ах, ядерные боеголовки. Короче, очередной аналогов нет. Дима, успокойся и поменяй подгузник, ты слишком напрягся, тебе это противопоказано. Вопрос первый, куда делся крейсер Адмирал Горшков? Да-да, тот самый авианосец, что сделали в украинском Николаеве. 270 метров длины, 45 тысяч тонн водоизмещением. Куда пропал? Продали в Индию? Ах, какая жалость, теперь это авианосец Викромадития. А что взамен нового авианосца не сделали? Денег навалом, величие России, глобальное влияние, сверхдержава. А взамен всего лишь фрегат, водоизмещение почти в 10 раз меньше. И длина всего 135 метров, меньше яхты Усманова. Это как понимать? Некрасиво, денег пожалели на величие державы? И так сойдет? Лучше виллу в Тоскане купить? Правильно. Только тут уж что-нибудь одно, либо величие державы, либо из казны воровать. Либо воевать, либо Тимуру Иванову дворцы в центре Москвы строить. Одновременно и то, и другое не получается. Да, собственно, уже и не получилось. 10 месяцев крови и позора, и ни одного генерала в тюрьме. Все при дворцах. Включая тебя, убогого. Вопрос второй. Окей, цирконы, гиперзвук, поджилки трясутся, кровь стынет в жилах. Капец Вашингтону. Короче, все понятно. А вот фрегатик, катерок ваш, он что, тоже сверхзвуковой? Нет? Нет. Максимум 29 узлов. То-то же и оно тоже. Так вот, по нему и бить будут. Еще до того, как он эти ваши цирконы выпустит. При малейшей опасности, на всякий случай. Особенно если, как ты говоришь, он встанет в сотни миль от Вашингтона. Какой смысл метить в ракеты, когда можно уничтожить их носитель? Как? Каком кверху. Если уж крейсер в Москву потопили, так как-нибудь и ваш фрегат сумеют. Хотите попробовать? Милости просим, подплывайте к Вашингтону. Так что мой тебе совет, Дима, ты так расточительно подгузники больше не трать. Они тебе скоро понадобятся в большом количестве, эй-эй, скоро будут у тебя настоящие поводы для беспокойства. Как ни крути, а ты в шорт-листе, имей это в виду. Договорился, ты уже лет на 40 точно, разумуя кох. До зу встречи, друзья, ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможем разом. Субтитры сделал DimaTorzok